джо байден посетит саудовскую аравию чтобы добиться снижения цен на нефть и наказать россию так западные сми описывают вероятный визит президента сша на ближний восток при этом в 2019 году байден обещал изолировать рияд за нарушение прав человека неплохой такой согласитесь разворот от одного заклятого друга к другому заклятому другу если так пойдет и дальше где будут брать штаты черное золото с молекулами свободы вообще не ясно потому что слонцевики с тех пор как парни дяди серёжа шойгу выгнали американцев мокрыми тряпками из сирии перестали что-то показывать звездно полосатое чудо пока напомним для любителей сказок из серии там все ездят только на теслах которая сократит в ближайшее время несмотря на свою капитализацию 10 процентов сотрудников инфляция в застава ударом и для самых обеспеченных почти 40 процентов американцев зарабатывающих больше 250 тысяч долларов в год топ-10 процентов население по доходам живут от зарплаты к зарплате основная причина быстрый рост ставок по кредитам и особенно по ипотеке которые уже начинают кусаться плюс конечно все забывают что в россии налоги сильно меньше но зато в штатах каждый официант может купить айфон чтобы до 40 лет жить с родителями или под мостом втыкая пардон в этот замечательный девайс ну а что там же калифорния там тепло впрочем мы отвлеклись а пока западные сми уже начали артподготовку рассказывая на каких условиях саудовской аравии согласиться нарастить добычу нефти так по данным the new york times эмбарго ес на импорт российской нефти может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка при котором москва ослабит позиции в экономическом отношении а поставщики топлива такие как саудовская аравия обогатятся риад например в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 миллиардов долларов на экспорте нефти единственное конечно американские здания забывают задать три важных вопроса во-первых зачем саудитам увеличивать добычу нефти если они и сейчас уже хорошо получают во-вторых зачем им ссориться снова с москвой ведь только пару лет назад это чуть не обанкротила риад хотя и тогда все любители демократии рассказывали что кремлю конец но самое главное третье в саудовской аравии прекрасно видят как штаты тупо и по беспределу отжали деньги москвы номинированные хоть в долларах хоть в евро а с учетом того как байден обещал наказать королевство где гарантия что сша не кинут и риад ведь слова вашингтона сегодня стоит буквально ничего хотя может дедушки джо сандалики дорогие подгонят надо же на пенсии будет в чем-то пораньше ходить однако даже так это далеко не конец истории дорогие друзья в связи с отменой монетизации ютюба в россии вы теперь наша единственная надежда что канал будет работать и дальше над проектом не конец истории работают живые люди которым нужна ваша поддержка всего лишь раз в месяц 50 рублей а можно даже 100 позволит нам продолжать работать для вас потому что нам это очень нравится надеемся и вам тоже номер карты вы найдете в описании к этому ролику заранее огромное спасибо вместе победим